Всем привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал и сегодняшнее видео я хочу посвятить галерее своих работ, раскрашенных за март. В марте у меня удалось раскрасить 13 иллюстраций и это уже не такой некий стандарт для меня и для последних нескольких месяцев столько же работ у меня получилось и в феврале, и в январе, и столько же вот у нас и в марте. На самом деле планировалось их на одну больше, но я немножечко не успела доделать одну иллюстрацию и поэтому перенесется она у нас уже на апрель. Вообще в марте я планировала таким неким месяцем отдыха, то есть не принимать участие в миллионе совместников, марафонов и тому подобных ивентах, но как-то как всегда они меня соблазняли и все же много из моих работ они были сделаны с каким-то поводом. Но я довольна результатом месяца, я довольна и тем, что я поучаствовала в каких-то проектах, ну и также осталось у меня время и на свои личные желания. Ну что, давайте посмотрим и я надеюсь вам мои работы понравятся. Начался мой месяц с книги «Серенити» от Анастасии Колдревой и с марафона в группе ВКонтакте. Это был марафон на тему «Девушка весна». Нужно было раскрасить девушку с весенним цветотипом. И самая же первая работа месяца. Я, к огромному сожалению, не справилась со своей задумкой в плане фона и поэтому пришлось что-нибудь придумывать, фантазировать и как-то его маскировать черным акрилом. Здесь я решила испытать черный акрил Декола. И, ну, в принципе, довольно неплохо получилось. Я добавила такие брызги, ну, якобы то ли салют, то ли конфетти, чтобы немножечко объединить этот черный фон с самой девушкой. Хотя вынуждена признать, что девушка сама, она потеряла немного в своей красоте из-за такого яркого фона, который слишком много внимания на себя перетягивает, потому что до этого она выглядела гораздо более яркой. Ну, с другой стороны, я попробовала, я попробовала новый акрил, тоже, в принципе, полезно. Основная масса карандашей, которые использовались здесь в работе, это были холбайны. Я холбайнами раскрашивала ей кожу, цветы и платья. Это, по-моему, были все призмы. Ну, и на фоне это, собственно, акрил и брызги, по-моему, тоже акрилом или акриловой гуашью. Ну, вот чем-нибудь таким. Работаю на конкурс я отправила, но, к сожалению, я никакого места не заняла. После этого мною были получены карандашики марка Крома, набор из 24 пастельных оттенков. Я снимала обзор на эти карандашики. Вот здесь вот сейчас я оставлю ссылку. И если вы не смотрели, то, пожалуйста, заходите, ознакомливайтесь. И для того, чтобы как-то протестировать эти карандашики, мною было принято решение выбрать какую-то очень простую картинку, какой-то лучший узор, где я смогу протестировать сразу все 24 карандашика. И этой иллюстрацией стала вот эта вот картинка. Эта книга у меня была новая, но я не планировала ее ни на видео начинать, ни вот чего-нибудь такого, потому что она приобреталась у меня именно для вот таких целей. То есть где-то попробовать какие-то цветовые сочетания, где-то новые материалы какие-то. Поэтому, ну, это такая книга-черновик, но все же работа раскрашена, на канале я ее показывала. Поэтому я решила сейчас еще раз вам ее напомнить. Ну, как-то я не считаю, что это как-то я там сильно потрудилась и потратила какие-то силы на это. После такого простого узорчика мне захотелось чего-нибудь более значимого. И, конечно же, я вспомнила о Вилсоу от Грации Сальво. И вспомнила о том, что я намерена заканчивать эту книгу, причем в ближайшее время. Поэтому нужно ей уделить немножечко больше внимания. И решила раскрасить здесь вот такую вот девушку с лошадкой. Преимущественно здесь я пыталась начать тестировать лайтфасты. Но, скажем так, не решилась. И использовала здесь лайтфасты и свои любимые карандаш-луминансы. В целом, здесь они на этой бумаге ложатся довольно неплохо. Они очень хорошо работают вместе с люминанс. Я раскрашивала практически полностью лайтфастами портрет. Ну, я добавляла еще сюда карандашики пастельные марка Крома. Вот новенькие, которые у меня появились, как раз для того, чтобы немного оживить лицо. Потому что отсутствие в моем наборе лайтфастов вообще каких-либо розовых, ну, конечно, сильно сказалось на результате. И пришлось немножечко девушку чем-то оживить. Ну, так в целом, результатом я довольна. Это приятная палитра, которую я очень люблю. Ну, и плюс одна раскрашенная иллюстрация приближает меня к окончанию этой книги. Зачем-то я убрала эту книгу и вспомнила, что следующую работу я тоже раскрасила в ней же. Светлана Назарова предложила поучаствовать в быстреньком совместнике вместе с ней и раскрасить вот такого вот павлина. Я, конечно же, с радостью присоединилась, потому что и иллюстрация мне это нравилась. И, в принципе, у меня есть такая, не знаю, как привычка, раскрасив одну картинку в книге, мне, в принципе, очень хочется раскрасить сразу и вторую, а порой и третью. То есть как-то подряд. Ну, и я, конечно же, согласилась и раскрасила вот такую вот картинку. Сейчас я поближе показываю вам хвост, потому что я, наверное, горжусь этим хвостом. Как по мне, он получился очень красиво, очень реалистично. Вот сам павлин. Ну, и сама девушка. Девушки у Грации стилизованные, и мне как-то сложно что-то реалистичное из них сделать, поэтому я и не пытаюсь. Я добавила ей вот на глаза блестяшки, вы можете видеть. Ну, такие, как некие тени. И также блестяшки у меня украшают цветочки. В целом работа очень простая. Я, по-моему, если не ошибаюсь, я ее выполнила за один день. Я начала утром, закончила вечером. То есть довольно много, если по времени, то довольно много я на нее потратила. Ну, так за один день работа получилась. И в целом я очень довольна результатом. Ну, и плюс уже у нас плюс две иллюстрации в марте. Сразу после Грации я приняла участие в совместном раскрашивании с девочками Катей, Витой и Владой. Ссылки на девочек есть в моем инстаграме. Обязательно заходите, смотрите. Еще эту работу я не опубликовала. И, ну, наверное, как раз первого числа я ее там и опубликую. Поэтому обязательно заходите, смотрите и мою работу, и обязательно работы девочек. Нами было принято решение раскрасить вот эту вот иллюстрацию. В третьей книге Клары это Fairy Touch of Magic. У меня здесь, на самом деле, довольно мало раскрашенных иллюстраций. Если вместе с новой, то это три. И поэтому я с огромным удовольствием приняла участие в этом совместнике, потому что мне хочется, чтобы эта книга тоже заполнялась иллюстрациями. А так как в последнее время, наверное, даже в последний год, мне немножко более сложно идут картинки Клары. Вот, поэтому нужно все-таки иногда себя мотивировать чем-то, работать в них. Мне очень понравилось, как здесь получился дом. Мне понравилось цветовое сочетание бежевого, такого цвета сепии, ой, сепии сиены и зелененького. Так очень мило смотрится. Ну, в целом, цветовое сочетание довольно неплохое. Мне изначально очень не понравились сами цветочки. Я даже дважды попыталась их стереть, но в итоге поняла, что не нужно. Все-таки Клара это то, где у меня не получаются какие-либо шедевры. И, в принципе, я с этим смирилась. И просто раскрашиваю ярко, красиво, настолько, насколько я могу. И просто релаксирую на хорошей, качественной бумаге. В целом, я довольна результатом. Я довольна, что здесь у меня уже и того три раскрашенных иллюстрации. Мне понравилась цветовая палитра. Я очень рада, что я посмешивала здесь призмы. Потому что здесь на очень многих элементах я, ну так, скажем, зависла. И просто получала удовольствие от самого процесса, от того, как они работают на этой бумаге. Вот. Ну, такая работа, наверное, не шедевральная. Но я от нее этого и не ждала. После того, как я завершила иллюстрацию в книге Клары Маркова, я сразу же взялась за следующий совместник. Это совместник в книге Джасмин Бекк Гриффит. Как вы видите, у меня плоховато складывалось с отдыхом в марте. Но я все равно довольна, потому что все совместники были невероятно приятны. И, конечно же, я буду рада их повторять. Итак, с девочками, с Мариной и Владой мы решили раскрасить вот такую вот девушку с бабочками, абсентовыми бабочками. Мне, в принципе, нравится мой результат. Мне понравился лес. Я уже испытала однажды это цветовое сочетание для того, чтобы изобразить лес. И мне он очень понравился. Он такой действительно мрачный получается. На крылышки я добавила интерферентные цвета акварельки Ван Гог. Это интерферентный желтый и зеленый. Мне очень нравятся вот эти вот интерферентные цвета именно тем, что они деликатно блестят. То есть не сильно, а так очень нежненько. Ну и само платье я украсила немного блестяшками. Ну и вот подол платья. Мне здесь еще понравились бабочки. Они у нас у всех получились практически одинаковыми. И это было очень здорово. Крылья. Ну я, в принципе, не очень люблю раскрашивать крылья. Они у меня как-то не получаются. И поэтому мне, наверное, нужно будет попрактиковаться. Но вообще я всегда довольна процессом в этой книге. Для меня раскрашивание это не только про результат. Это и про процесс. То есть для меня все-таки важно получать удовольствие в процессе. Именно поэтому я... Какими бы красивыми ни были иллюстрации в книгах, напечатанных на амазоновской бумаге, я их не покупала и покупать не буду. И в этой книге бумага прекрасная. Здесь все отлично работает. И поэтому я получаю большое удовольствие. И, кстати, вот эта девочка с бабочками уже стала моей десятой раскрашенной иллюстрацией в этой книжечке. После того, как мои обязательства по практически всем совместникам, запланированным на март, были выполнены, я решила, что вот оно как раз время для того, чтобы я могла начать новые раскраски. И начинать я решила с книги Амарентин от Анастасии Голдревой. Я ее как раз только в марте и получила. И, собственно говоря, сразу же приступила к ее раскрашиванию. Я снимала отдельное видео по начинании новых книг, поэтому это и следующие несколько работ, они уже на моем канале были. Ну, естественно, покажу их еще раз. Здесь было все раскрашено полихромосами и призмами. Также на цветочках я применяла карандашики Холбайн, очень они мне здесь понравились. А фон был выполнен пастельными карандашами. Я покажу вам, как это выглядит вблизи. Очень интересная получается такая текстура у пастельных карандашей. Она очень отличается от применения сухой пастели. И я рада, что у меня появился фиксатив. Именно это была первая работа, где я его испытала. И мне нравится работать с этим материалом. И так как фиксатив у меня уже есть, то теперь значит, что я буду работать с ним чаще, потому что основная проблема заключалась именно в его фиксировании. Потому что лаком я пользоваться не умею. У меня какие-то капли жуткие появляются. А здесь я очень довольна, мне нравится и результат, и то, что в процессе все очень легко, очень быстро. В целом, что касается картинки, результатом я осталась довольна. Здесь я использовала практически все свои цветные карандаши. Фон это, как я уже сказала, пастельные карандаши. И как я опять-таки говорила в видео о начинании новых книг, что мне показалось, что здесь более гладкая бумага. Но пока, наверное, утверждать не берусь. Раскрасим еще хотя бы одну-две работы. И я надеюсь, станет немножечко более понятно. Следующей книгой, которую я поспешила начать, это стала вот эта вот книжечка с коллажами с одеждой от Лоры Хикман. Пожалуй, это моя любимая работа этого месяца. И это точно одна из самых необычных работ, которые я когда-либо раскрашивала. Это вот такой вот дикий коллаж. Мне очень понравился процесс, результат. Процесс в первую очередь понравился из-за действительно хорошей классной бумаги с отличной текстурой и рисовка. Мне очень понравилась рисовка. Я покажу вам ближе детальки. После того, как я показывала вам эту иллюстрацию в видео о начинании новых книг, мной было принято решение немножечко ее усовершенствовать. И я решила добавить Glossy. Это такой гель объемный. Можете видеть его на тюбике с лаком. Вот сейчас. На очках. На часах. И на мобильном телефоне. На телефоне, честно говоря, выглядит это не очень. Ну, потому что первое, где я решила испытать новый для себя материал. Я взяла такую довольно большую площадь. Это, наверное, было не слишком удачным решением. Но вот на часах и на очках это прям... Ну, очень клево смотрится. Мне очень нравится. Наверное, моими любимцами здесь стали туфли. И стал клатч. Ну, и все остальные детали мне тоже понравились. Я просто дикое количество времени потратила на вот этот вот звериный принт. Но я довольна результатом. И я очень хочу в апреле еще раскрасить один коллажик. И надеюсь, он получится не хуже. И понравится и мне, и вам. После такой детализированной работы мне захотелось чего-то более расслабляющего. И поэтому, закончив свой коллаж с одеждой, я решила начинать книгу Петры. Это ее вторая книга, посвященная цветам. И решила раскрасить здесь вот эти вот прекрасные тюльпаны. Эта иллюстрация тоже была в видео о начинании новых книг. Я изначально решила попробовать подобрать здесь цвета и испробовать здесь Lightfast. И они мне здесь понравились. Мне понравилось и то, как они ложатся на эту бумагу, то, как они смешиваются. Мне понравились их натуральные цвета. И поэтому здесь, в принципе, подавляющее большинство. Это как раз Lightfast. Ну и плюс в некоторых моментах я также добавляла карандаш Luminance. Вот этот вот цветочек верхний мы раскрашивали вместе с вами на видео. В том самом видео о начинании новых книг есть кусочек процесса. Мне понравились белые цветочки. Здесь, на самом деле, очень много цветовых акцентов. Мне понравились сами листочки. Ну и вот эта вот нижняя зелень, она тоже здорово смотрится. Ну, в общем, здесь я практически всем довольна. Единственное, что меня здесь не удовлетворяет, это фон. Ну, вернее, даже не так. Сейчас уже прошло какое-то количество времени. И я смотрю, и я не замечаю огрехов. Я знаю, где они есть, я их вижу. Но я не обращаю на них внимания. Я смотрю на красивые дюльпаны. Смотрю на сочную зелень. И мне все нравится. Поэтому книгу я начала с огромным удовольствием. И опять-таки в апреле я хочу тоже успеть посвятить время книгам Петры. Последняя иллюстрация в рамках начинания новых книг стала книжечка Микита Кей. И была выбрана здесь иллюстрация по знаку Содиака Рыбы. И я раскрасила вот такую вот девчонку. Изначально здесь задумывался другой фон, такой как водичка. Но мне не очень понравилось то, что у меня получалось. И поэтому я решила перекрыть это все однотонным акрилом. Акриловой гуашью, вернее. И результат мне понравился. Также я добавила сюда гелевые ручки Пантель. Вы можете посмотреть, как же красиво они переливаются. Я здесь сделала на самой ленточке градиент из трех цветов. И они на самом деле очень плавненько так друг в друга перетекают. Мне это нравится. Правда красиво ручки выглядят. Также я добавила их на пузырьки. Пузырьки есть белые, а есть вот такие вот зелененькие. В целом мне понравилось работать на этой бумаге. Здесь хорошо вели себя и призмы полихромосы. Я предпочтительно этими двумя марками карандашей здесь раскрашивала. Также вы можете посмотреть, как проступили гелевые ручки в тех местах, где они накладывались не поверх карандаша, а просто на бумаге. Поэтому примите во внимание, что если в этой книге будете раскрашивать, то лучше предварительно область, куда вы будете наносить вот такую гелевую ручку, которая в принципе довольно агрессивна, то лучше это место сначала покрыть карандашиком, ну или какой-то краской. Кроме акварели, разумеется. В общем, в целом я результатом довольна. Но самое главное, это я довольна тем, что я таки начала эту книгу, и теперь у нее действительно побольше шансов раскрашиваться часто. Итак, Март у нас подходил к концу, а у меня не было готово еще ни одной иллюстрации на марафон Ольги Раня, посвященный королевам. А я очень хотела принять участие именно в этом марафоне, потому что у меня очень много принцесс, королев, только две книги посвящены этой теме, а сколько еще их других. Поэтому я решила, что хотя бы одну работу я должна обязательно раскрасить и отправить на этот марафон. И я выбрала вот девушку с обложки. На самом деле, вот как раз очень здорово, что она у нас показана на обложке. Вы можете посмотреть на то, как выглядел исходник. И, собственно, на то, что получилось у меня. Меня очень смущали вот тени под бровью, вот эти вот вертикальные полосы. И с ними было достаточно сложно справиться. Но я попыталась, как могу их замаскировать. И в целом девушка получилась, как по мне, довольно милой и нежной. Мне понравилась корона. Она так очень простенько раскрашена, но мне все равно понравилась. Понравились волосы. Волосы, кстати, я здесь раскрашивала новыми, необычными для себя карандашиками. Это лайтфастами. И вот, собственно, накидку я и делала акриловой гуашью. Вот я так уже буду учить быстренько. Здесь самая основная проблема у меня была с фоном. Изначально фон был вот такой же, как вы видите его здесь, только немножечко более розовым. Я украсила его вертикальными золотыми полосами, ну, по типу обоев. Но это действительно смотрелось нехорошо, потому что они сливались с короной. И результат мне не понравился. Потом были приняты попытки несколько раз их замаскировать, исправить, улучшить. И в итоге я просто прикрыла еще раз все слоем краски. Ну, немного у меня дружно мешался другой цвет, так как этот цвет не чистый. Это смесь. То есть он чуть более сероватый получился, нежели тот, который был изначально. Но в целом я довольна тем, что получилось. Я очень рада, что я смогла поучаствовать в марафоне. И тем, что у меня здесь добавилась одна картинка, потому что книга у меня уже достаточно давно, больше года раскрашена. И здесь всего несколько иллюстраций. Ну, поэтому я рада, что я немножечко пополнила ее. По-моему, на календаре было 27 или 26 марта, когда я поняла, что у меня еще не готова работа на традиционный большой совместник по книге Грации Сальва. И решила, что пришло время приступать. На этот месяц была выбрана вот эта вот девушка с ягненком. Мне как-то сложновато шел процесс, если честно. Я просто подзабыла, как раскрашивать темную кожу. Я на самом деле никогда не записываю цвета для кожи. И всегда их беру по наитию. Но здесь что-то пошло не так. И мне изначально было сложновато. И в целом девушка получилась чуть более светлой, чем я того изначально хотела. Но мне понравились ее глаза. Мне понравились волосы. Сам пейзаж в окошке у нее за спиной. И ягненок. Вот все, что я перечислила. Волосы ягненок и пейзаж в окошке. Это все было раскрашено пастельными карандашами. Понравились они мне в этом месяце. Так как здесь фиксатив, то можно экспериментировать. На этой иллюстрации эти самые пастельные карандаши совершенно никак не втирались в поверхность бумаги. То есть я просто нарисовала волосы и все. Я просто нарисовала пейзаж и все. И собственно потом я просто прошлась фиксативом. И вы видите, что даже оборотная сторона, вернее вот соседняя сторона, она чистая. И не имеет никаких следов. Так как здесь был довольно щедрый слой фиксатива. Вернее их было два. Гораздо более щедрый, нежели в амарантин. Вот так вот у меня блестит сама девушка. Вы можете посмотреть. Ну потому что девушка раскрашена карандашами. И вот там где карандаш, вот так вот выглядит фиксатив. А на самой пастели он в принципе оставляет ту же самую текстуру сухой пастели. Но при этом она не пачкается. И это очень здорово. Я приглашаю вас в свой инстаграм. Обязательно заходите, смотрите. Там не только моя работа, там работа девочек. Также я этот пост выставляла в группу ВКонтакте. Будет очень приятно, если вы посмотрите все готовые работы. Ну и наконец-то последней раскрашенной иллюстрацией стала картинка в книге «Твои моменты». Я очень сильно хотела весь месяц раскрашивать эту книгу, потому что она только в феврале у меня появилась. И я хотела очень много внимания ей уделить в марте. Но благодаря тому, что я принимала участие во множестве совместников, я начинала новые книги, что заняло у меня чуть больше, чем полторы недели, то у меня такой возможности не было. И наконец-то вот буквально 29 числа мною была раскрашена вот такая вот иллюстрация. Я не решила здесь по большей части не придерживаться примера, который предоставила нам художница. Мне как-то он не очень близок по своим цветам. Ну зачастую, да, есть там все-таки примеры, которые и мне близки. Но зачастую мне хочется раскрашивать их самостоятельно. Мне понравилось лицо девушки, особенно ее глаза. Они почему-то такие очень живые получились. И мне здесь даже удались реснички. Это здорово. Также здесь вот украшения у нее на лице я раскрасила блестяшками. Мне понравились волосы. Чашка. Деревянный стол. Ну, в общем, это те близкие для меня цвета. Поэтому в основном все, что я ими раскрашиваю, мне нравится. Я надеюсь, что вам эта работа тоже понравилась. Преимущественно здесь я раскрашивала, как и первую свою иллюстрацию здесь. Если я вам найду ее, я продемонстрирую. Это раскрашено здесь было холбайнами и полихромосами. Они здесь очень хорошо ложились. Вот, например, использование призм здесь меня не порадовало. А здесь я также пыталась добавлять призмы и иллюминатс. И, ну, для меня это тоже было менее комфортным. А вот попробовав здесь лайтфаст, я вообще была просто счастлива. Неимоверно они мне здесь понравились. Вот прям очень приятно было работать. Фон здесь выполнял с акриловой гуашью Тернер. Также здесь должна была еще быть одна работа готовая. Но я ее просто не успела закончить. Я, с вашего позволения, тоже вам покажу свое начало. Вот такая вот девушка у меня получается. Историю ее создания и почему она в вязаном свитере. Ну, пожалуй, это я вам уже расскажу в апреле. А пока эта девушка выглядит вот так. Я немножечко не успела ее завершить. Ну, обязательно заходите в мой инстаграм, подписывайтесь. Для того, чтобы увидеть ее немного раньше, чем в конце апреля. Я надеюсь, что мои девчонки вам понравились. Вот такими вот и были итоги моего раскрашивательного марта. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если вы получили удовольствие и нужный релакс во время его просмотра, обязательно пишите комментарии, понравились ли вам мои работы. Если да, то пишите, какие именно, задавайте вопросы. И продолжим общение в комментариях. Я желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения. Чтобы вас в вашем раскрашивании радовал и процесс, и результат, и материалы, которые вы используете, и бумага в книгах, в которых раскрашиваете. И, конечно же, скорого наступления легкой и теплой весны. Всем пока!